Я сначала всегда напомню, что мы делаем. Мы рассматривали идеальную жидкость. Это означает, что выполняет длинное трение, теплопередача. В ней идеально сохраняется энный ответ. Силы, которые действуют между частями жидкости, эти силы только нормальные, нет никакого трения, нет никакого придурокного движения. В этой жидкости мы выделили теорему, которая говорила, что только каждая линия тока сохраняется за ним. А если мы будем рассматривать обтекание тела, например, то есть жидкость будет натекать издалека, то там, где она вдалеке, поток однородный, и, конечно же, в нем зависимость равна 0. И поэтому зависимость у нас равная 0 во всем расстоянии. После этого мы сделали вывод, что если рота скорость равен 0, значит скорость является радиированной некоторой скалярной функцией. И вместо того, чтобы искать верхнюю функцию, нам трудно искать скалярную, то есть решать уравнение L-класса, и вдруг нелинейная сложная задача, если у вас простое линейная задача, которую мы не верить, это решили, получили тип вольт. Давайте я вам напомню, как все это выводило. Значит, если я рисую мое тело, и в той системе отсюда, где жидкость покоялась на бесконечности, где тело движется, у него есть скорость. В этой точке, конечно, скорость жидкости должна совпадать со скоростью тела, потому что она совпадает с его нормальной компонентой. В этой точке тоже скорость жидкости должна совпадать со скоростью тела. При удалении от тела эта скорость убывала, как единица, наверное, в клубе. А люди ее, конечно же, представляют из себя обычную, припользованную картинку более-менее вот такого характера. Обратите внимание, что это в системе церковь жидкости. Как вот мгновенный я сделал снег, в следующий момент тело уже будет здесь, и весь этот паттерн движения, весь этот гипольчик переедет в следующую точку. Но в данный момент он выглядит вот так. Значит, вот мы получили такое решение. Теперь вы видите, что, например, скорость исправлена вот так, а тут потом она поворачивает сюда. Интересно посмотреть, что происходит с каждой частичкой жидкости, потому что у нас интересовался вопрос, на самом деле, какая сила действует на это тело. Мы эту силу посчитали. Обнаружили, что эта сила есть 2иа в кубе на 3, на плотность и на 2 кубе на 3. 2 куб – это скорость. А тело. Мы сказали, что эта половина вытесненной массы, назвали ее присоединенной массой, вот эту вот величину, она является массой. И это правильный ответ. Это действительно инерция, которая добавляется к телу, от того, что тело движется в жидкость, и вдруг появляется инерция. Есть такая забавная история про ферме и радио, которые для каких-то космических экспериментов, космический новый фермер, отправились на город. И когда они с этой горы вернулись, через новое время ехали в поезде, уже обратно в эти горы, то радио, который очень гордился с 3 часа, не заметил, что часы его спешат. И они с фермерами стали обсуждать, почему бы это произошло. Вот как вы думаете, почему, если подняться на город, потом спуститься, то часы начинают показывать слишком погребен. На город, без каких-то разреженных годах. А у него какие часы на батарея не приняли? Ну, сколько у фермеров, около 50, в году, то, значит, то самое, электронных часов еще не было, а все часы были такие. Разстрелка, где присоединенные годы, конечно. Причем обычно, когда, вот я вот и к этим располагаю, присоединенные массы, вы сразу сообразили. А когда вот мы спрашиваем студентов на экзамене, я просто начинаю с той предприятия относительности о том, что время идет. Примерно 40 порядков разница в двух эффектах. Значит, на самом деле, когда этот самый маятничек движется, ну, в часах он движется вот так, это такая там пружинка, которая вот так вот крутит, да? Ну, или обычный маятник в таких часах. То, его частота колебаний, конечно, это жесткость пружины, корень квадратный, жесткость пружины на массу. И масса включает в себя массу, так сказать, присоединенного воздуха, которую он с собой таскает. И, например, старские часовщики про это дело знали, потому что они, так сказать, надо делать, так сказать, часы для долины, а для горы, и не знали разницу. Значит, безземленную массу мы посчитали, мы посчитали ее правильно. Потом мы обсудили, что, на самом деле, она связана не с импульсом, а с квазиимпульсом. Это трудная вещь, это, на самом деле, для, так сказать, грубо говоря, для старшекурсника. Если у вас есть трудности с этим квазиимпульсом, расслабьтесь. Помните, что вот когда-то вы слышали, а теперь только гердинамики такую штуку, когда вы будете любить гердого тела, или что-то вроде, у вас опять встретится квазиимпульс, и вам не могут морочить голову всякими парадоксами, есть ли у фанона импульс или нет ли у фанона импульса. Тогда вы вернётесь к этому вопросу, и у меня, например, есть ссылка на маленькую заметку Пайроса на эту тему, и там всё объяснено. Так что сейчас можно не участвовать. Важно очень, что инерцию написали правильно. Эта инерция связана с тем, что какая-то часть жидкости приводится в движение вокруг тела, а вовсе не с полным импульсом жидкости, который зависит от того, есть ли у нас стенки где-то далеко или нет. Интересно посмотреть, как движется каждая жидкость частица, и это очень совершенно неожиданно и нетривиально. Вот у меня где-то тело было далеко, вот тут у меня стояла частица. Моё тело подходит, 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 что оно делает с этой частицей? Оно её толкает от себя рядом. Давайте я вот так, она начинает двигаться. Теперь, когда моё тело уже будет вот здесь, как эта частица будет двигаться? Если моё тело здесь, частица, которая здесь, она уже двигается сюда, к телу. Это означает, что вначале она двигалась вот так, а в какой-то момент она будет двигаться вот так. Как соединить эти две? То есть, в какой-то момент тело пройдёт, частица остановится. То есть, она вот стартовала отсюда, а в конце концов придёт вот сюда. И после этого тело уйдёт далеко, и в этом месте жидкость уже успокоится, её скорость будет стремиться. Оказывается, это легко понять, вот этой карбинке. Я вам просто нарисую отверт. Жалко не двигать, но умело там. Вот. Что каждая жидкая частица двигается вот так. Кто бы угадал. Можно это дело покрасить, чтобы жидкость её выглядит очень красиво. Да? Ну, эта петля, конечно, симметричная, я подумал, что не очень хорошая. Вот. Соответственно, если частица стартовала откуда-то дальше, то, конечно, её смещение будет... То есть, вот, моё тело проходило по вот этой линии, да? Если частица стартовала дальше, то понятно, что её смещение будет меньше. То есть, у неё будет, как, своя петля, которая... Эта петля будет поменьше, и, соответственно, она сдвинется меньше. То есть, эта сдвинется на вот столько, а эта сдвинется на вот столько. Можно, взяв такие начальные позиции и конечные позиции, то есть всякая отсюда перешла сюда, отсюда и сюда, отсюда и сюда. Так вот, объём жидкости, заключённый между лидерными поверхностями, это вот эта присоединённая масса, которую мы посчитываем. Эту задачу решился, ну, вчера задарили нам, взиматель тоже дарили. Вот, фамилия. То есть присоединённая масса — это действительно то, что мы двигаем. Твой инкульс как раз и объясняет вам, как это. Значит, с инерцией всё в порядке, но полная катастрофа — что будет при постоянном равномерном прямолинейном движении? То, что мы получили, что сила равна нулю. И это абсолютно бессмысленно. Всякий из нас, попробовавший оттолкнуться в последний портик, знает, как долго его проплыли. Очень сильно оттолкнуться — метра четыре. Значит, понятно, что сила сопротивления не есть. Более того, она есть, конечно, и в воздухе. И тоже в воздухе, если вы бросите мяч, то, конечно же, он, в конце концов, начнёт теряться в горизонтальной скорости. Как оценить силу сопротивления, не пытаясь решать уравнение, как мы это делали, а по здравому смыслу. Сейчас попробуем это сделать. Это сделано, как ньютон задолго до господ Эллера, Куркласса, 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 Куркласса и нас с вами. Ньютон расслуждают много спроса. Вот мы берём тело. размера, которая движется со скоростью У. Что оно делает? Через время Т оно сдвинется на расстояние УТ. и приведёт в движение весь этот воздух, у которого объём, соответственно, есть R квадрата, как площадь, умножить на длину на УТ. И на плотность это даст нам массу, и на скорость это даст нам импульс. То есть вот столько импульса мы передали жидкости за время Т. Да? Если мы продифференцируем этот импульс по времени, то это будет скорость передачи импульса в единицу времени нашей жидкости. И она должна быть сила действующего тела. Эта формула называется формула Ньютона. И какой-то коэффициент порядка единицы, сказал Ньютон. 1600, дай Бог пометель. Кто написал ещё? Никогда написал начало. Нет, я здесь не написал в таком году. Значит, формула это правильная и очень проста. Как её получат? Заметьте, в неё абсолютно не входит коэффициент вязкости. Она ничего не говорит ни про какое трение. Да? Она говорит, ну вы толкаете жидкость, ну вот и действует сила. Ну мы попробовали толкать без всякой вязкости, но нет. Может, она считает, что молекулы налетают и отражают, скажем, вот этого. Понимаете? Когда мы пишем уравнение сплошной среды, то в них молекул нет. А есть сплошная среда, и в этой сплошной среде, если мы пренебрегаем сдвиговыми силами, абсолютно точно должна выполняться теорема Кельвина. Теорема Кельвина означает, что движение потенциально. Движений, силы сопротивления нет. И вот сегодняшнюю и следующую лекцию мы с вами будем долгим и непростым путем получать вот эту формулу. И окажется, что ответ, написанный в 17 веке, правильный. Потом неправильный ответ написан в 19 веке, а именно 0. Потребовался весь 20 век, чтобы на самом деле понять, что же собственно здесь происходит и почему простое. Это, точнее, это оценка, ответ запрещал в вычислении этого коэффициента, который очень не был. Но правильное понимание требует учета вязкости. Хотя ответ от вязкости не зависит. И это одна из главных тем физики 20 века, которая в разных частях физики называется по-разному, но она обычно называется аномалия. То есть что такое аномалия, это когда эффект некоторой величины остается конечным, когда величина становится к нему. Вот это одна из самых неожиданных и нетривиарных тем, которые мы встречаем в адронном коллайде, которые мы встречаем в космических лучах, но которые проще всего выучить, конечно, обычной гидродинамикой, потому что это неожиданно здесь у нас в интуиции работают. Ну вот, давайте вернемся. Значит, будем в интуиции решать задачу связности. Потом изгибаем язву к нему и получать вот какая у нас сейчас программа. Кто-нибудь уже угадал, в чем физика дела? Кто-нибудь уже угадал? Да, кто-нибудь тоже. Кто-нибудь уже угадал? Да, кто-нибудь уже угадал. Вы ответ уже знаете. Весь фокус в трении. Как же трение может повлиять на ответ, когда коэффициент трения будет очень маленький? Видимо, он не входит в ответ. Дайте вам сразу, чтобы у вас, так сказать, до самого характериотической среди головы была, а то вы не плохо спать ночью. То есть, вот, когда жидкость напекает, то, конечно, те траектории, те линии, которые проходят далеко, когда обязанность мала, они не знают о существовании этого тела. Те, которые проходят очень близко, они трутся от него. И те траектории, которые проходят рядом, у них скорость не может быть относительной. Мы все время говорили, что она может проскальзывать жидкость. Она не должна проникать внутрь. Мы потребовали, чтобы нормальная компонента совпадала. Но потенциальная мы позволили скользить. На самом деле она скользить не может. Если мы действительно учтем длиннее, то мы понимаем, что обязательно будет тонкий слой, который будет прилипать. И вот этот слой, который прилипает, потом оторвется от тела, образует то, что называется след. Внутри этого следа будет турбулянтность. И вот наличие, то, что тело тащит за собой этот свет, приводит к тому, что давление здесь, конечно же, меньше давления здесь. И эта разность давления, в конце концов, не зависит от той вязкости, которая здесь привела к созданию этого тонкого пограничного слоя и его отрыва. И эта разность давлений, конечно же, есть просто ρU2. Вот это же и есть давление. То, что здесь написано, здесь написано ΔP на R2. Ответа на отвязкости не зависит. Но безвязкости его бы не было. И точно так же квантовые эмфей проникают в свет проводники, точно так же многие другие явления в физике сидят на исчезающем малом эффекте, который создаёт конечный визу. Это было всё как бы отвертайски. То есть это я вам рекламу, это эллипцией. По-настоящему нельзя. Чтобы этим заняться, мы должны ввести вязкость. То есть силу древних. Это означает, что вот в нашем уравнении... Помните, у нас было уравнение эллера, которое мы записали вот в таком вот виде. И мы сказали, что поток импульса — это есть тендорное движение, действующее на тело, плюс тот импульс, который само тело перенос. Это его просто перенос импульса по мере движения. А это силы, которые действуют. Вот теперь этого недостаточно. Мы назовём его Сигма. У нас будет тендор напряжения Сигма и Кады. И он теперь будет уже не только диагональный. Раньше мы учитывали только его диагональную часть, в которой было давление. А теперь мы должны учесть то, что у него появляются ненормальные компоненты. Давайте аккуратно определим, что это такое. Сигма и Кады будет сила, действующая на единицу площади в направлении И. На площадку, у которой Нормаль смотрит в сторону Кады. Давайте я их нарисую. Вот у меня есть площадка. У неё Нормаль. Помните, я её всё время называл ДФ? Да? Вот она ДФ Кадая смотрит вот сюда. А Сила смотрит вдоль Си, которую я буду называть И. Так. Давайте я сейчас какую-нибудь эту тему и нарисую. Давайте нарисуем это дело. Вот пускай у меня есть ось Х, ось З. Тогда то, что действует вот так, в таком направлении, вот это вот, будет Сигма. Какие у него будут индексы? Сила в сторону Х на площадку перпендикулярную З. На вот эту площадку она действует. Вот эта площадка, которая перпендикулярна З. И это Сигма Х, З. Вот так. Это будет Сигма З, Х. Да? Вот это будет Сигма Х, Х. Да? Потому что она действует в направлении Х на площадку перпендикулярную З. И она есть, конечно, давление. Да? Давление ровно есть диагональная часть. Теперь что можно сказать про этот тензор? Что он симметричный. Сигма Екатая равняется Сигма Х. По странным обстоятельствам, почему-то это не написано в большинстве учебников. Что загадочно для меня, хотя опять. То есть, вернее, подразумевается, но как-то не объясняется почему. В общем, у меня там не в первое время, пока я понял причину этого. Опять же, потому что это не написано, надо еще прочитать. Чем самому понять. Вот. Причина заключается в том, что если бы этот тензор был несимметричным в точке, то он приводил бы к бесконечным угловным ускорениям. Давайте вот это увидим. Давайте я возьму элемент, который устроен вот так. Это у него есть дельта Х. Это у него есть дельта З. Ну, предполагается, что у него вот есть эта площадка, и по ней есть дельта Y. Да? И я хочу взять и посмотреть на момент сил, который действует на оси, которая проходит вот так. Да? Ну, понятно, что Сигма Х будет стремиться поворачивать сюда. Сигма З будет стремиться поворачивать сюда. Да? И полный момент сил, действующий на этот самый кубик, будет стремиться так. Я его напишу. Он будет Сигма ХЗ минус Сигма З Х. Это сила, действующая на единицу площади. Дельта Х, дельта Y, дельта З. То есть, на площади. Ну, например, Сигма ХЗ есть вот на эту площадку. Эта площадка есть дельта Y умножить на дельта Х. А рычаг его дельта З. Да? У этого наоборот. У него рычаг дельта Х, но зато площадка дельта Y. Ну, здесь стоит одной. То есть, вот это есть момент сил, действующих на тело. И он должен быть равен чему? Момент инерции этого тела на производную угловую скорость, на угловое ускорение. Такое будет уравнение. Движение. А? Да. Мы еще делаем много, потому что рычаг половина. Да. Я это все время забываю. Это одна вторая, извините, пропустим. Но я сегодня тоже заметил, что одна вторая должна быть. И я ее забыл. Вот. Но мне сейчас, на самом деле, не важно одна вторая. Мне важно, что будет происходить, когда дельта Х, дельта Y, дельта З. Ну, да. Поэтому нет конструкции. Интересно. Это просто предел. Для этого я напишу, значит, полную массу, которая равно дельта Х, дельта Y, дельта З. Умножим на рычаг. На вот этот вот квадратный, который дельта Х в квадрате. плюс дельта З в квадрате. И ДОммиго по дельта З. ДОммиго угловое ускорение. Ну, отсюда видно, что вот дельта Х, дельта Y, это влечено третьего порядка, а и пятого порядка. И когда дельта Х, дельта Y, и дельта З стремятся к нулю, то, если бы эта штука была конечна, то угловое ускорение становилось бы бесконечным. Хорошо. Теперь он ходит по дельта З. Здесь стоит ДОммиго по дельта. Опять же, уже у двух товарищей есть мой файл, там есть все формулы. Я, на самом деле, специальный дельт, одна из пехин, почему я... Это довольно большая работа была, получить все это дело, но я считаю, что куда важнее это слушать и как бы... Потому что когда записываешь, что... записывать нужно. Нужно записывать главные мысли, нужно записывать свои соображения по поводу того, что я говорю. Но жалко тратить время на технические детали, все это есть в файле. С другой стороны, иногда нужно эту формулу записать и, подобно, не долго смотреть и медиктировать. То есть, как бы для этого она нужна. Но, по крайней межуточной формулой мне было жалко. Окей. Значит, у нас есть этот самый тендер. Вот 7 тысяч. И мы говорим, что, конечно же, мы по-прежнему хотим оставаться внутри того же самого режима, когда градиенты скорости не очень далеки. Мы уже обсуждали, что если скорость не зависит от координат, течение однородное, то никаких сдвиговых, конечно, напряжений нет и никакого трения нет. Поэтому мы бы думали, что этот тензор каким-то образом должен быть связан с производной скоростью по координатам. А пока эта производная невелика, то они должны быть связаны линейно. То есть, когда это мало, то и это должен быть мало. Два тензора второго порядка связаны, вообще, говорят, через тензор четвертого. И это, конечно, ужасно даже подумать, писать тензор четвертого. Порядка, но в жизни окажется намного легче. Почему? Значит, во-первых, давайте вспомним про тензор, который мы с вами писали. Он имеет симметричную или антисимметричную компоненты. Помните? Симметричная его часть описывала деформации, а антисимметричная описывала расчеты. С обеими ли частями будет связан тензор? Ну и что? Я бы мог его связать с антисимметричной через эпсилом альфа-бета. То есть, технически, конечно, казалось бы, если мне нужно выразить антисимметричный тензор через антисимметричный, я должен взять абсолютно антисимметричный тензор эпсилом, который в математике специально третьим делал для нас. Да, это правда, это хорошее замечание. Но мы можем, на самом деле, слепить абсолютно антисимметричный тензор эпсилом альфа-бета. Знаете, есть альфа-бета, который абсолютно антисимметричный по перестану. Тем не менее, понятно, что как-то антисимметричная часть не важна. Это должно быть понятно. Есть вещи, которые, естественно, имеют без формы. И не надо себя тренировать, понимать эти вещи без формы. Конечно же, если у меня что-то вращается, то никакого относительного движения слоев не происходит. Эти два слоя вращаются вместе. Антисимметричный тензор описывает твердотельное вращение. Слои низко лежат в этот момент. Я как бы это вижу на картинку. Конечно, это можно и формально показать. Поэтому это напряжение, сдвиговое трение возникает только при деформации объекта. А когда что-то крутится, оно не деформируется. Крутится как есть, и все. Внутри него ничего относительно чего не движется. Поэтому понятно, что все будет выражаться внутри пересимметричную часть. И после этого все становится уже совсем просто. Из этого страшного тензора четвертого порядка остается всего две как 100. Внутри. Вот. Жизнь. Да. Давайте я вам это дело сейчас ездаю и пишу. Значит. Сигма икатая равняется. Это. ДВ и Т по ДХ катая. ДВ и Т по ДХ катая. Я официально написал вот так пересимметричную часть. Ну и вообще говоря, так сказать, всегда у меня, конечно, может быть берега икаты. То есть совсем, так сказать, это самая диагональная часть. То есть вязкость дает мне вклад еще и в нормальную часть. То есть в диагональную часть. Которая должна быть уже пропорциональной константой. И эта константа просто есть дивергенция. Внутри я пишу так. ДВ и ЛТ по ДХ и ЛТ. И предполагается, что квад им происходит суммирование. И тут стоит какая-то другая константа. Ну и это называется обычная и объемная. То есть, вернее, обычная и объемная версткость. В том виде, как сейчас, они у нас появляются абсолютно феноменологически. Сейчас мы их оценим. Но вычислить их, это задача, для которой требуется изучать конкретную молекулярную структуру всякого данного учителя и она от нее зависит. По размерности и бета, и мю квадратными скобками, я буду всегда обозначать размерность, она просто, значит, у нас что? Грамм на сантиметр на секунду. Давайте оценим вязкость. Как ее оценить вообще? Понятно, что причина еще, конечно, молекулярное движение внутри. То есть, у меня есть слой, у меня есть другой слой, что этот слой движется каким-то образом, нижний слой должен про это узнать. Чтобы он про это узнал, молекулы должны перелететь отсюда вот сюда, если мы говорим о газе, например. Или подействовать силой отсюда вот сюда. Давайте оценим это для того. Значит, у меня есть один слой движется так, другой слой движется так, и у меня есть какой-то градиент скорости У. У меня есть поток молекул сверху вниз. Как я буду обозначать? Давайте я буду обозначать L. Значит, у меня есть характерная длина свободного пробега, которую я назову L. У газе, да? Она зависит, грубо говоря, от силы взаимодействия между различными атомами, так? И, значит, поэтому частицы здесь и частицы здесь имеют разницу скоростей L дельта U. То есть L град U. То есть это вот характерная разница скоростей. Это не лаплосян, это, например, напишем Дель. Это разница скоростей частиц вот здесь и вот здесь, да, на расстоянии L. Значит, соответственно, частицы, которые прилетают, они прилетают с тепловой скоростью ВТ. Количество частиц, пролетающих через единичную площадку, у меня будет N, ВТ. И, соответственно, они приносят скорость L град U и импульс вот такой. Значит, это импульс, который проносится в единицу времени через единичную площадку. Вот. За счет молекулярного движения. Он пропорционален презенту скорости, как полагается. И, конечно же, он должен быть наш вязкий родной терзор напряжения. Значит, откуда это взялось? Конечно, отсюда видно, что мы реально предположили, когда мы потребовали, чтобы тензор напряжений был линейен по U. Мы предположили, конечно, что градинент скорости, то есть скорость меняется на масштабах много больше, чем длина свободного пробега. Так что разность скоростей на длине свободного пробега я могу оценить просто линейной аппроксимацией. Вот, грубо говоря, и стало понятно, где это сделать. Дальше отсюда совершенно понятно, что мы можем отсюда написать, что это может быть оценено. Это, конечно, неравенство, это акцентом по порядку величины, что оно есть mn, то есть просто ρ, плотность, на vt на d. Или через, как станет понятно, через минуту нам нужна будет, на самом деле, генетическая вязкость, то есть какова вязкость на единицу массы. То есть эта вязкость называется nu, в нее размерность сантиметров в квадратную секунду, и она есть просто vt на d, то есть тепловая скорость. vt – это просто корень из стены, это просто тепловая скорость. У меня было она же порядка скорости звукового секунду, потому что с той же скоростью передается, естественно, возмущение плотности. Вот, значит, например, если мы возьмем воздух и воду, то понятно, что, конечно, у воды это будет намного больше, потому что вообще она просто тяжелее, да? Но вот уже генематическая вязкость, она описывает, как сама среда движется, не как она реагирует на какое-то другое тело, а вот если у меня есть кто-нибудь вихрь в среде, как скоро он затупнет, например, то есть его внутреннее отношение вязкое напряжение к массе самого же тела. Как вы думаете, что более вязкое – воздух или вода? Воздух. Вы сидите ближе, а то хочется до вас докричаться. Воздух. Да, почему? Воздух. А? Обычная вязкость. У него L очень большой, правильный и очень глубокий объем. Вот. И это… То есть, на самом деле, в этот ряд определяется другая температура. При одинаковой температуре скорости другого ряда. Но у воздуха молекулы взаимодействуют намного слабее, поэтому длина пробега, она намного больше. Да? Вот, например, сейчас, в этом ремидеристском отродном коллагере, мы имеем дело с, ну так, с ней, как морглённой плазмой, которая в части взаимодействует очень-очень сильно. И поскольку они взаимодействуют очень-очень сильно, L оказывается очень-очень маленьким. Так сильно взаимодействует, да? И поэтому грязкость оказывается очень-очень маленькой. Трудно передать импульс с места на место, когда, так сказать, сила взаимодействует. И, поэтому, эта страшная квартабионная отходша в движутой температуре оказывается практически идеальной wusностью. И теперь другий психоатрис – идеальная гидродинамическая, потому что она описывает разлёт в Visa квартабионного облака в этой огромном коллагере. это очень важно на самом деле вот эта простая формула она конечно очень грубая оценка особенно если говорить про параблюрованную плазму то конечно на самом деле реальное вычисление раскости в ней это очень непростая система с системным взаимодействием но как качественное понимание о чем это вот эта формула ну вот теперь мы можем сюда подставить наш новый тензор напряжений в который кроме этой части появится еще вон так и получить уравнение на весе оно было написано на вьер французам в 1822 году а потом написано с токсом по моему в 45 вот это уравнение выглядит так давайте мы напишем через рот dvvd5 ну мы знаем что это полная производная минус градиент давления это у нас было и раньше плюс это лаплаз в нам нужно еще раз продифференцировать сигму то есть здесь стоит производная от потока импульса которая включает в себя сигму а сигма сама по себе производная в скорости и вот если аккуратно все собрать то все соберется в лаплазеран здесь а тут будет стоять это плюс в градиент дивергенции скорость вот это уравнение называется уравнение на весе негде чтобы не было сомнения что такое это объем то есть вы всегда скорость но вообще я всегда у меня большая проблема с маленькой и с большим поэтому я объемами стараюсь не пользоваться окей значит это уравнение значит ну во первых что про это уравнение можно сказать жизнь сразу стала труднее у нас было уравнение первого порядка уравнения эллера а теперь это стало уравнение второго порядка у меня появился лаплазеран конечно для нежимаемой жидкости дивергенция равна нулю и мы будем работать с нежимаемой жидкостью я боюсь что мы движемся так медленно что мы наверное не дойдем до опустики и всех этих самых ударных умов а? давайте рассмотрим цель же не в том чтобы я отбормотал что-то так сказать а вы активали головами цель же в том чтобы и потом я понимаю что тут люди с разных курсов но мне хотелось бы чтобы второкурсники тоже понимали но если уж совсем может в этот момент иногда ускоряться а второкурсники хотят вот значит даже в этом случае все равно это уравнение второго порядка то есть добавился вот этот член и естественно ему нужно дополнительное ограниченное условие и мы его уже обсуждали то есть если уравнение эллера единственное условие которое мы накладывали это то что жидкость не проникает внутрь твердого тела теперь мы обязаны уже дополнительные условия что она не проскальзывает так же значит объяснения которые всегда давались этому еще когда я был студентом и мне говорили что ну понятно раз свои жидкости трутся друг от друга так они должны тереться так же и твердое тело это правда а поэтому они должны всегда в конце концов останавливаться это никогда не было очевидно тем не менее я не видел никогда ни одного серьезного теоретического аргумента который бы мне доказывал что это так а с другой стороны можно увидеть и вот я могу здесь даю ссылку есть хороший такой диск который содержит в себе всякие картинки которые поснимали экспериментаторы можно увидеть действительно посмотреть как обтекает воздух например какое тело действительно убедиться что достаточно большой слой намного больше чем молекулярный мы не работаем с молекулами наше приближение сплошной среды мы же начали с того на первой лекции что всякие свойства среды которые мы рассматриваем в любом объеме которые мы рассматриваем должны быть одинаковыми так вот на самом деле большинство газовой жидкости действительно обтекают тела так что слой который прилипает достаточно существенно больше чем длина свободного пробега и можно пользоваться как минимум при движении тем не менее появились жидкости появились специальные дела появились специальные покрытия при которых на самом деле это приближение не работает это тоже конечно 21 ряда раньше такого не было это специальные технологии но нужно помнить что вообще говоря бывает такая жизнь в которой нам приходит это уравнение с более сложным условия чем полная остановка жидкости и это очень удобно но мы не занимаемся и думаем значит у нас условие что в рядах полностью равно нулю на поверхности и с этим вот теперь мы будем все это дело решать давайте сначала для разогрева решим совсем простую задачку а потом вернемся к обтеканию нашего тела значит мы решим задачку которую я называю лужа и река а именно представим себе что у нас есть наклонная плоскость под углом альфа и по этой плоскости течет слой жидкости толщиной h давайте направим ось x вдоль нашей плоскости ось z перпендикулярна к ней так что ось эта под углом наклонная плоскость и хотим найти просто движение жидкости здесь понятно что у него будет градусловия которое заключается в том что жидкость должна быть неподвижна на дне а наверху здесь тензор напряжения в жидкости должен иметь только нормальную компонентность потому что все это все специально и что у нас этого уравнения останется давайте напишем остается минус градиент плюс это лаплас v единственное что теперь у нас есть крестивая тяжесть ничего не текло поэтому мы напишем плюс ρg это все векторное уравнение и мы сейчас все равно так и мы у этого уравнения возьмем сейчас две компоненты одна компонента вдоль x другая вдоль z соответственно уравнение dp dz это z компонента v не имеет проекции на z мы предполагаем что v конечно же течет только вдоль то есть оно конечно какой-то неоднородный профиль тут скорость 0 она возрастает ну мы все в реке плавали но тем не менее v направлена по x поэтому она не дает вклада в z компонент по уравнению а вот g конечно дает и оно при этом проектируется ρg на 85 равняется 0 и такое же самое уравнение у нас будет на до x до x наоборот давление не является давление не зависит от x оно зависит только от вертикальных поэтому у нас будет уравнение это d2 v v v у нас только x компонента я не пишу что она x потому что она не только x компонент но ее атласиан имеет только вторую производную по z и тут у нас будет ρg sin альфа равняется 0 ну и условие что v от 0 равняется 0 это на дне да и на поверхности у нас должно быть что значит у нас есть если я посмотрю вот здесь то у меня sigma x z это сила которая есть вот сюда на вот эту вот площадку она же есть это dv x по v v у меня только x dv x по dz и она должна равняться 0 на самой поверхности в точке h да потому что там ее нечему равновесить можете считать что там вакуум вообще в концу а sigma zz она соответственно должна быть минус давление там если ну все вот эти два уравнения с вот теми гранусловиями решить совсем просто что мы сейчас не меньше перешим значит давайте напишу только выпуск v от z равняется ρg sin альфа на 2 это 2 h минус z синус альфа 2 это вот значит у нас осталось три минуты до конца и если бы у нас была например ну розыщем мы знаем это 1 грамм же мы знаем 9,8 метров секунду квадратную то я это вы действительно обсуждали что для воздуха и для воды они такие разные значит тут ходит конечно ню это народ давайте напишем что это ню и для воды оно 0,01 сантиметра квадратная в секунду а для воздуха оно 0,15 сантиметра квадратная в секунду значит здесь у нас стоит 0,01 в системе в системе SPS давайте напишем 0,01 2 в этих же самых сантиметрах g это 10 в 3 да альфа будем считать маленьким поэтому синус заменим на альфу так а здесь здесь у меня z я его сюда напишу чтобы не было вопросов в общем для оценки здесь стоит другая h квадрат то есть V по порядку величины устроена так 10 в 3 да еще два порядка 10 в 5 10 в 5 на h квадратный да на h теперь если я возьму лужу у которой h ну 1 мм ну в том лужу вот 1,2 2 мм вот значит то миллиметр это 10-1 сантиметра да в квадрате это будет 10-2 так а значит то это у меня будет 10 в 3 на альфа ну под каким углом у нас уже текут в русале под большим углом ну так сказать ну в среднем я не знаю 10 гауссов 5 гауссов ну то есть обычно не 30 но и не то есть в среднем какой-нибудь давайте возьмем 10-1 да если затяжка 10-1 то это будет 10 во второй сантиметров в секунду то есть примерно метр в секунду это зумно теперь давайте возьмем волк значит волк так как это попадает в Каспийское море вытекает она с алдайской возвышенности и от алдайской возвышенности до Каспийского моря примерно 3000 км а высота алдайской возвышенности если кто знает одну географию примерно 300 метров да поэтому альфа он порядка 10-4 то есть совсем маленький да но h луминат у реки волк это 2,15 так сказать да но не 2,5 на 10,5 на 10-4 на 10 метров это 10 сантиметров да еще в квадрате 10,6 да правильно вот вот у нас сейчас будет скорость значит это будет 10,5 значит то останется 10,7 сантиметров в секунду это будет соответственно 10,5 метров в секунду это соответственно будет 10,2 километра в секунду то есть у нас только 1 секунду в 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 секунду С другой стороны, вы всегда можете войти в Google, набрать профилю, и он вам, в моем, на вашем инфраструктуре С другой стороны, вы всегда можете, а вы всегда можете говорить о том, что это не проблема, а вот нежимаемость наложить довольно противно, то есть это фактически давление является лагранжевым множителем, который накладывает условия нежимаемости. В общем, это довольно неудобно. Да, в наших работах с Лебедем, когда время отработка, это очень неудобно, именно потому что приходится накладывать условия. Давайте, когда мы пишем уравнение, когда мы пишем уравнение с лагранжевым множителем, то есть фактически у меня поле скорости и поле давления всегда связаны с лагранжевым лагранжевым множителем. Вот это условие, и я начался. Все время, это сказать, что я в банке. Я в банке. Но мы пользуемся. Мы ставим, конечно, на данный момент. Но это трудно, наверное. Мы не будем терять времени, а потом. Мы не будем терять времени, а потом, после конца ряда, что мы будем на паспорте спрашивать. Все уже поняли, в чем причина, что он делает проекта? Знаете, что? Докулянность, это мне напоминает, как в советское время все сваливали на царский режим. Во-первых, если мы найдем. Во-вторых, на самом деле, чтобы понять, что происходит, нужно дать себе сначала ответ на вопрос, почему та же самая формула отлично работает для лужи и не работает для реки? Число революции. Число революции. Правильно. Когда физик видит, что две ситуации абсолютно геометрически подобные, тем не менее, совершенно описываются разной физикой, он спрашивает себя, где то безразмерное число, которое отличает эти две ситуации? Нормировка. А? Нормировка не будет выставать ради нормировки? Вопрос не в нормировке. Вообще, я хочу вам сказать, что очень важно понять, вообще, как думает физик. Физики все время думают в очень простым способом, а именно в терминах двух механизмов, которые соревнуются между собой. Физику очень трудно было ее уже три вещи. Мы обычно всегда имеем в том, где две вещи. Одна из них туда, другая из них обратно. Одна из них вверх, другая вверх. Одна ускоряет, другая заметно. И мы, отношения этих двух вещей, мы всегда берем их отношения, и это является безразмерным параметром, который определяет происходящее. Даже если ситуация очень сложная, мы все равно ее делим на куски, и эти куски, мы находим два противодействующих механизма, делим один на другой, и это является безразмерным параметром, с которым мы после этого работаем. И вот теперь, когда у нас появилось уравнение над естоксом, я все закрою и его оставлю, у нас наконец-то появилось в уравнении два члена, и мы теперь можем понять, прошел вся эта геродинамика, она про соревнования между этими двумя членами. До этого у нас был только один из них, и только один механизм, это была инерция, которая описывалась вот этим вот членом. Помните, вы говорили, что даже если бы у меня ничего не менялось, но траектории искривлены, у меня все равно есть ускорение. Значит, теперь у меня есть вот этот член, и есть вот этот член. И этот член описывает трение, а этот описывает инерцию. И вся гидродинамика про то, как инерция и трение взаимодействуют между собой. И, конечно, вы с этим сталкивались уже в механике частиц, или, видимо, в теле. Вот, пожалуйста, мы видим, что инерция заставляет это, чтобы двигаться, а трение, в конце концов, ее останавливает. Абсолютно тривиальное и банальное взаимодействие с другими трениямиками. В гидродинамике вся неожиданная сложность и нетривиальность гидродинамики, включая все неустойчивости и трупулярности, связаны с тем, что в сплошной среде, среде с бесконечным числом степени свободы, инерция и трение взаимодействуют в очень неожиданном возрасте. И про это будет сегодняшняя и следующая лекция. Отношение к этих двух механизмам и задается тем, что называется число ремонта. И это число ремонта очень просто написано, что мы сейчас и проявляем. Вот. Конечно, нас всегда будет интересовать какое-либо течение, у которого есть, как вот здесь, характерная скорость у, характерный масштаб а. А теперь у нас еще появился параметр, который характеризует трение в среде. Значит, я еще раз напомню, что ню, который характеризует, имеет размерность в сантиметр квадратный в секунду. Какой можно сделать безразмерный параметр из у, а, и ню. В честь инорца этот параметр называется рет, и он из у на а на ню. И совершенно понятно, в чем его смысл. Этот член, этот цвет уравнений, который описывает инерцию, я могу оценить, как у квадрат разделить на р. У на у на р. Я считаю, что градиенты в течение и порядка масштаба тела, которое я обтекаю. А этот, соответственно, я умножить на рон. А этот будет, это, у на р квадрат. Теперь, если я возьму, поделю вот этот на вот этот, то у меня получится число ренольца. Значит, число ренольца означает, как всегда у физиков, любой безразмерный параметр. Пусть у нас было число депоры на самой первой версии. Оно тоже было безразмерное число, которое описывало отношение двух, там это было отношение двух времен, время релаксации ко времени наблюдения или действия сил. Здесь это инерция к вязкости, к трене. Понятно, что если число ренольца является маленьким, то инерцией можно пренебречь. Все движение является абсолютно вязким. Это так называемый аристотельский мир, в котором для поддерживания постоянной скорости нужно иметь постоянную силу. Если число ренольца очень большое, вязкость должна быть неважна и все должно поделяться инерцией. И мы с вами, я хочу вам напомнить, хотим вывести эту самую формулу ньютона, которая относится к тому случаю, когда вязкость как бы не важна и она в ответ не входит. Но вот так сразу мы это сделать не можем, поэтому мы пойдем сейчас постепенно от сильной вязкости к слабоевости. Но сначала с этой точки зрения давайте вернемся к нашей задачке. Это, кстати, называется плоское утеченье укуэта. Вернемся к этому плоскому утечению укуэта, или к движению жидкости на отлонной плоскости и поймем, в чем разница лужи и реки с точки зрения числа ренольца. Что будет предложение? Я уже стер, кстати говоря, уравнения, которые тут были. Но если вспомнить эти уравнения, то они были, они выглядели вот так. Давайте я их напишу. В них члена В-крат-В вообще не было, который висит В-крат-В. Кстати, заметьте, что В-крат-В является единственным неравненным членом уравнения. С ним все проблемы. Неравнение мы решать не умеем. Это дело не хитро. Вот мы неравнение не умеем решать. Так вот, в силу нашей геометрии и течения, а именно потому, что В перпендикулярно градиенту В, этот член, кажется, равен нулю. И вообще не участвует. И вообще в этом течении ренольц равен нулю. Формальный. В том, что ренольц это отношение вот этого к вот этому, а вот этот теперь равен нулю. И поэтому это получилось такое простое течение. И если бы оно все время оставалось вот таким, что у него скорость меняется только поперек себя, так никакой инерции бы не было. Потому что инерция, это когда скорость меняется вдоль себя. Вот тогда оно по инерции пытается продлить и начать двигаться с той скоростью, которая была раньше, а ему нужно уже заворачивать. И от этого возникает нелинейный эффект. А в плоском-то случае ничего. Ну тут начинаем понимать, что, конечно же, мир абсолютно не идеален. Не может быть вот такой абсолютно идеальной геометрии. У заведенного лока не так устроена, даже и всякая дужа не так устроена. У меня всякие неоднородности, например, на дне. Вот спрашивается, а что будет, если у меня есть такая неоднородность? Например, у нее будет угол, маленький угол бета, на который у меня нарушена плоскость дна. Спрашивается. Таким образом я еду на сторону. Вот так. Так. Значит, я хочу оценить, теперь чистое нольца уже не будет ноль. Оно будет функцией nb. Когда это равно нулю, то оно, конечно, ноль. Я должен оценить его как? Я должен взять скорость, свою скорость, на, скажем, на высоте h, умножить на h, на β, и разделить на ν. То есть, это как бы вот... То есть, число и нольца, оно определяется скоростью на масштаб, но масштаб теперь изменимый. это масштаб, умноженный на этот маленький угол бета. И теперь, если я возьму сюда, подставлю свою скорость, которая, вы меня, помните, была выражалась через h, я просто напишу ответ численно, что для лужи это получится примерно 50 бета, а для реки есть и 12 бета. И вот в этом месте Филипп понимает, что, конечно же, решение идеальное получится просто. Но дальше возникает вопрос, является ли это решение устойчивым по отношению к всегда присутствующим в реальном мире малым возмущением. И совершенно понятно, что если до лужи угол, который порядка 1,5, это вполне реально, то, конечно, для реки возмущение, которое больше, чем 10 минус 12, есть всегда. Любое зло является неровным. И это означает, что немедленно все это решение потеряет смысл, потому что в нем то слагаемое, которое мы полностью принесли, предполагает геометрию плоско-идеально, окажется бесконечно больше, чем то слагаемое, которое мы учли. Это, кстати говоря, и будет причина для геометрии. Если у нас дно абсолютно ровное, гладкое, то, как мы любят теперь в России, с помощью нанотехнологий, сделанная с точностью дно геометра, абсолютно гладкое, и по нему мы пустим жидкость кубиной в 10 метров, он как раз разгонится до 10-15 метров. При этом нам нужно будет охладить его до температуры, потому что я учел только один вид возмущения, это неровности дна. Кроме того, есть просто тепловые фруктуации скорости. Кажется, что их я тоже должен буду охладить такой, что моя жидкость станет на самом деле твердым телом. Я должен пускать гель. Гель довольно трудно опустить кубиной в 10 метров, но пленки гелия можно опускать, и этого не делают. Действительно, веско, пусть гражданой силой они несутся, если не несутся по гладким поверхностям, и принесли к гель. Эта формула работает. Если мы сможем сделать вот это число достаточно небольшим. Гель, вязкость, маленькая, температура зависит. Если говорить о сверхтекуществе, так сверхтекуществе течет с нормальной бесконечной скоростью. Здесь всегда есть нормальная компания подгонечная температура. Хорошо. Теперь давайте, как я обещал, вернемся к обтеканию тела и начнем временно, изодучиво описывать его сначала с арестольевского оборудования. Если у вас есть вопросы, задавайте их. Неустойчивости у нас не будет. Даже при рот абсолютно ровной поверхности. То есть, если мы допустим при рот при рот это будет последующая лекция. Мы обсуждали, что будет, если мы меняем не геометрию, а просто щелкнули как бы сделали возмущение в скорости жидкости. Затухнет, оно будет не затухнет. И мы увидим, что когда венозит больше, существенно больше единицы, то даже в абсолютно идеальных плоских условиях течение это возмущение будет возрастать, а не угрожать. В этом смысле эта задача на больших тренингах неустойчива относительно практически ко всему. К изменению грамот слоя, к изменению самого поля скорости. Даже мало. Сейчас я не хотел это подробно в сюжет, потому что мы к этому и вернемся. А сейчас я хочу на самом деле вернуться и обсудить обтекание тела в пределе очень маленького числа веноза. Теперь мы уже знаем, что нужно отдельно рассматривать маленький и большой тренингах. Давайте вернемся к нашему телу и спросим, а что будет вот в этом самом пределе арестопелевского, когда инверции можно перевлечь, а на самом деле все будет определяться вязкостью. Значит, в этом случае, как понятно из уравнения на Диестокса, если я закрою этот шлет и посмотрю на стационарное решение, то у меня градиент П должен равновешивать вязкость вязкость трения, и это означает, что мое давление будет непропорционально скорости. Я еще раз хочу получить вязкую силу трения, действующую на тело, движущуюся со скоростью У, имеющую характерный размер А. И, конечно же, эта сила, она должна быть интеграл вязкого тензора на движении по поверхности моего тела. Или, иными словами, она должна быть интеграл по поверхности вот это U разделить на R. Это сигма мой тензор на движении. Он же и порядка давления. Да? И поскольку у меня площадь примерно 4P R квадрат умножить на это U разделить на R, то я получу 4P как это U R. Это сигма есть это dV по dR. Я оценил dV по dR как U разделить на R. то же самое я получил если бы я взял это не равно а пропорционально. Я просто хотел сказать, что мы раньше получали силу как интеграл от давления. Теперь я его написал как интеграл от тензора вязких напряжений, которые устроены вот так. Но то же самое я получил бы взял бы интеграл от давления по площади потому что давление просто выражается здесь в стационарном течении просто равно вот это очень вязкое движение. Я рассмотрел такое вязкое движение в котором только вязкий тензор напряжения я его чел. Если есть вязкое трение вязкий тензор напряжения сигма мы оценили как это коэффициент вязкости на dU по dR который я заменил на U на R и после этого получил эту форму. Правильный ответ для сферы 6P это U на R то есть наша грубая оценка всего на 3 вторых набрала получилась то тоже стокс на зарплате стокс значит теперь можно задать такой странный вопрос например какая нужна сила чтобы да давайте все-таки перейдем спросил я скажу при каком условии получена эта формула она получена при условии ренольс который является U на R на U много меньше единицы только в этом случае справедлива такая формула на самом деле конечно ее можно пользоваться до ренольса порядка единицы но уже ее нельзя пользоваться до ренольса больше единицы потому что тогда вообще говоря нужно учитывать это слабая и давление вообще говоря не является равным вот этому и давление вообще говоря уже начинает сбежать квадратичные члены по скорости и ответ конечно не будет линейным по скорости движения этого этот ответ линейный именно потому что когда менять число линейного сорвнов яскость преобладает то уравнение становится линейным я скажу как получить 6 пи вместо 4 пи решить уравнение вот это равно нулю на сгонуслой поверхности сферы мы действительно пренебрегаем инерцией вот я хочу чтобы вы почувствовали что это значит вот у меня тело движется так и если я перестал его толкать через сколько и вязкость остановит мое тело значит у меня написано ДКТ через которое тело остановится вот этот ДКТ можно оценить как Р квадрат разделить на нем да теперь ну то есть просто по размерности это сантиметр квадратный на секунду это сантиметр квадратный это будет секунда теперь если у вас какое расстояние тело пройдет за это время вы умножьте это на скорость чтобы оценить это расстояние и вы увидите что то что здесь написано это размер тела умножить на число ренольца то есть когда число ренольца очень маленькое это означает что всякое тело если его перестать толкать останавливается на расстоянии немного меньше чем его размер это означает что не как только мы перестаем толкать так сантиметр так сантиметр остановится теперь как я говорил можно пользоваться этой формулой ренольца порядка единицы интересно спросить а какая нужна сила приложить ее в тело чтобы двигать его с ренольцем порядка единицы ренольц порядка единицы это означает что у умножить на а порядка ню так поэтому в этой формуле на самом деле это сила 4п это а у ар порядка ню то есть это просто 4п плотность на ню в квадрате и эта сила не зависит от скорости и она не зависит от размера тела и она не зависит от массы сила с которой мы двигаем она кстати говоря равна для воды 10-4 кг если вам интересно то есть здесь находится плотность воды и кинематическая расположенность для воды это 10-4 кг это сила одинаковая для бактерий и для подводной лодки это тривиальный факт я с ним останавливаюсь но я очень вам рекомендую над ним подумать на досуге почему сила чтобы двигать подводную лодку бактерию одна и та же если мы хотим чтобы они двигались с одинаковой плотностью прежде чем мы начнем говорить об обтекании и я хотел бы сказать несколько слов про плавание плавание при больших линольцах является занятием совершенно отличным от плавания при очень маленьких линольцах и прежде чем мы полностью закончили с этой мутериспортерской миром я хотел чтобы вы почувствовали насколько плавание вязкой жидкости совершенно другое то есть микроорганизмы число линольца оно зависит очень сильно от размера а маленьких размеров практически всегда какие бы ни были скорости число линольца очень и очень мало линольцах как мы плывем когда мы плаваем или рыбы плавают как мы плывем при линольцах давайте оценим кстати говоря при каких линольцах мы плаваем наши размеры порядка метра 100 сантиметров наши скорости ну мы ничего не знаем ну давайте считаем 100 сантиметров метров в секунду да значит вязкость жидкости как мы говорили 10 минус 2 в тех же самых сантиметрах квадратных в секунду число линольца при которых очень-очень плохо не тепловец плывет 10 в 6 это очень-очень большое количество теперь если вы подставили сюда ту же бактерию возьмите размер который будет там я не знаю какие-нибудь даже до микронов вот они на самом деле немного меньше большинство бактерий поставить так сказать скорости которые там вы получите 10 минус 4 10 минус 5 плавание макроскопических тел и метроскопических продуктов совершенно разных мы плаваем фактически бросая вон назад и на реактивном принципе 2-3 вперед вот что мы делаем когда вы плывете например то есть практически любым стилем вы толкаете воду назад и тем самым вы движетесь вперед это совершенно не работает когда вы когда вы хотите плавать при очень низких переносах например что такое плавание давайте определим что это за процесс вот как было пример чтобы плавать никто не плавал никогда плавание есть периодическое изменение формы для перемещения в место согласны? почему вы так есть можно ими делать не периодически и бросать назад и вы будете двигаться вперед пока у вас не кончится вы же хотите чтобы вы все время более-менее возвращались до того же само состояния но при этом сдвигались в пространстве вперед если мы рассмотрим это самое низкое резон по риску перески самолет он плавает получается реактивный не плавает самолет все время выбрасывает реактивный самолет когда он кончится он соответственно в этом смысле самолет с винтом он плавает потому что он периодически меняет совершенно верно только он это делает на большие think плавание на больших ренольфах тоже есть периодические изменения формы для перемещения в пространство просто это определение особенно хорошо показывает насколько неожиданное и нетривиальное занятие плавать при низких ренольфах давайте сейчас его вкратце обсудим мы предполагаем очень низкие ренольфы это выплаты t порядка b-grad v которая можно оценить как q-квадрат на r много меньше чем ню лаплаз v которая ню у на r в квадрате как вы говорите и во-первых что очень важно понять что в задачи нет инерции в тот момент когда вы прекращаете движение мгновенно все останавливается это означает что совершенно не важно с какой скоростью вы движете вот вы меняете свою форму то есть вы что-то двигаете совершенно не важно с какой скоростью вы двигаете инерции нет вот это означает что то что вы делаете является чисто геометрическим то есть важно как вы ее меняете а не с какой скоростью вы ее меняете и это принципиальное отличие от высокоинозностного движения где конечно важно как быстро вкидаем воду назад потому что все работает на реактивном принципе вы по инерции теперь инерция совершенно не важна и все определяется чисто геометрией какую же геометрию нам нужно сделать нам нужно еще раз периодически изменить свою форму это означает что мы что-то сделали а потом вернулись обратно в то же состояние и при этом сдвинуться в пространстве как же так это можно сделать заметьте никакого так сказать все делается медленно все в ясно жидко сиделся в бесконечной медленно да мы что-то меняем но в этом нашем изменении мы должны закодировать каким-то образом чтобы он двигается вперед а не назад вот это означает что наши изменения как мясорубка это то что делает скромодозоид у него есть спиральный хвост и он его крутит по спирали и когда спираль крутится вот так то она задает движение туда когда она крутится вот так как мясорубка а другие микроорганизмы бактерии делают это хитрее они гонят волну по своей поверхности при этом каждая точка поверхности вообще движется вверх-вниз но поскольку они движутся последовательно у них есть вид по фазе то вот в какое-то время поверхность выглядит вот так в следующем время поверхность будет выглядеть вот так то есть по ней бежит волна и направление движения этой волны и скоростью движения совершенно не важна все происходит очень-очень медленно и вот вы посмотрите в курсе совершенно замечательная задачка которая называется этот самый пловец это самый простой пловец который вообще только можно себе можно придумать проще но это на самом деле симметрично все что он может делать это поворачивать вот эти штучки можно было обойтись одной но симметрично просто проще если все что нужно он может быть вот такой формой а может быть вот такой формой а может быть вот такой формой и это тоже может быть все что он может делать я вам предлагаю поразмыслить дома на следующей ситуации значит вот наш пловец стартовал с такого положения это его форма номер 1 его номер 2 вот такая это значит, что он повернул эту ногу его форма номер 3 вот такая значит, он повернул эту ногу его форма номер 4 вот такая то есть, он вернул эту ногу обратно его форма номер 5 вот такая считайте, эти углы маленькие много меньше единиц во-первых Какую сторону у нас двигается? Во-вторых, как это движение зависит от угла θ от его увеличения Если я изменю θ и сделаю его меньше 5 раз Что произойдет в движении? Когда θ стремится к нулю, смещение стремится к нулю Потому что ничего не произошло Это очень поучительно Но и тоже θ Да, а это одинаково Надо считать, что он был симметричным Что у него было θ И θ На вскидку, кстати говоря Понятно, что это должно быть, когда θ стремится к нулю Для смещения Но нам нужно прочитать первое степень θ Второе, третье, четвертое А он может перемещаться только лево-право Или лево-право? Я вам рассказал, что он делает со своих форм А вы должны рассказать, куда он при этом стремится У него, вообще говоря Симметрия, симметрия верх и низ нарушена У него верх от низа отличается У него сначала ноги первые Вот А сейчас смещение правого и левого Конечно, отличается Вот первую левую ногу двигают Да? Подумайте, что было, если вам первую ногу правую Как третья степень θ Как третья степень θ Это не вызывает ни у кого возражения Значит, во-первых, почему не первое? Ну, потому что, во-первых, время, которое он будет затахать Время совершенно не важно Вот много... Я еще раз хочу повторить Поскольку в задаче нет инерции Трение совершенно не важно Вот Да? В смысле, время совершенно не важно Совершенно не важно, как быстро вы это делаете Считаете, что вы делаете это бесконечно медленно так Потом бесконечно медленно так Потом бесконечно медленно так Все делается, опять же, все делается совершенно не важно Кстати, кроме того, заметьте, раз время не важно То все обратимо Если вы сделали так, а потом так Вы вернулись в то же место Вся хитрость заключается в том, что Как этот хитрый сперматозоид или вот эта самая бактерия Чтобы изменение, которое вы делали Оно Представляло из себя, как говорят Цикл в пространстве формы Потому что, если вы сделаете какое-то изменение А потом сделаете изменение обратно Все вернется туда было Все абсолютно обративно здесь Вы, когда меняете направление скорости Вы меняете знак давления Потому что давление и скорость В этом случае связаны линейными У вас нет нелинейного члена Давление, которое определяет силы И скорость связаны линейными Поэтому на самом деле То, что нужно сделать Это нужно сделать цикл То есть, если бы вы изменили так А потом вернулись так Когда вы соедините эту ногу Вы куда-то соедините Если вы вернете ее в свое обратное положение Вы вернете в свое обратное положение Поэтому вы делаете так А потом делаете другую ногу То есть, вы на самом деле В пространстве θ Вы стартовали вот здесь Ну точнее вот здесь То есть, у вас этот угол был положительный Этот угол был отрицательный И то, что вы Форму вашего угловца Полностью приклеиваете Вот вы стартовали с этой точки В которой один угол был равен Это второй минус Я смотрел сюда и смотрел туда Но вы совершили вот такое движение Этот угол стал нулем Потом и этот угол стал нулем Потом этот угол вернулся Потом и этот угол вернулся То есть, вы совершили цикл В пространстве формы Понятно, что если бы этого цикла не было То есть, если бы его площадь уменьшалась То движение было бы все меньше и меньше Да? Возвращаясь к вопросу Про степень θ Смещение должно зависеть от площади Потому что если бы Понятно, что Степень необратимости определяется тем Какого размера цикл я совершил Да? Поэтому А площадь есть θ квадрат Да? Ну или θ1 Потому что θ2 Они у нас одинаковые Значит, смещение есть θ квадрат Поэтому от знаков главного зависит Но тем не менее Оно имеет определенный знак Это вам Домой Что будет Площадь А? Площадь Да Это может быть площадь любой степени Но мы предполагаем, что Когда То есть Когда площадь стремится к нулю Смещение тоже стремится к нулю Мы предполагаем, что Эта функция Смещения Как Функция площади И Что это разложение Начинается Так сказать С первого члена Вы говорите, что у нас Достаточно одной руки Да Я просто Нет Одной руки Тоже может быть В смысле В одной ноге Может быть Совершение цикла При этом Вы должны использовать одну Или Как вторую То есть Вы должны делать что-то То есть Что Хотя нет Если у меня будет только одна нога У меня будет только один параметр А именно Угол между этой ногой и тела С одной ногой нельзя Вы совершенно Ну правда Нельзя Мне нужно иметь Два параметра Минимум То есть Пространство В котором я движусь Должно быть Минимум двумерное То есть Форма Должна По крайней мере Описываться Двумя параметрами В этом смысле Это действительно Минимальная То есть Два угла И меньше Хорошо Теперь Давайте Вернемся Последние пять минут Я подращу на то Чтобы Вот Вместе Четырех пип Вместе Четырех пип Это означает Что Просто Найти Как на самом деле Устроено Обтекание Сферы При очень низких Числах Для этого Мне нужно Решить Вот это Уравнение Еще раз Если есть вопросы Задавайте Вопрос Сколько параметров А? Ну Вот Вот 22 параметра У спирали Да У спирали У спирали У спирали На самом деле То есть У нее есть форма В которой Я сразу Я сразу Нарушил симметрию Это спираль У То есть У нее На самом деле В каком смысле Есть положение У нее То есть У нее Значит У нее Как бы Круг Это один Параметр Который описывает Что Вот Есть Второй Параметр Насколько Он двигается При каждом В круге То есть В шахте И когда Я движусь Вот так Я перемещаюсь В этом пространстве Я могу Двигаться Назад И тогда В этом пространстве Буду совершать Обратницу Но при этом Вот здесь Скажем Вообще Бесконечное Количество Это Намного Сложнее Но Скажем Если я буду Дать волну То у этой волны Будут вообще Два параметра Аплитуда И длина волны Три Аплитуда Длина волны И фаза Если я считаю Что у нее Она всегда Здесь Ноль То у меня Два параметра Аплитуда Волны И фаза Хорошо Значит Давайте Мы вернемся сюда Я вам покажу Вкратце Как нужно Выводить Обтекание тела В нескольких числах Ренольдса Вот Это Для того Чтобы Это сделать То есть В принципе Нам нужно При этом Решать Вот Это Уравнение Мы Ищем Стационарное Обтекание И Очень Мы Решать Это Уравнение И Ландау Левшес Описан Чрезвычайно Элегантный И Очень Мучительный Способ Превращение Шестого Порядка Нахождение Решение 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 то это означает, что в этом приближении лапассиан давления равен нулю. Но раз лапассиан давления равен нулю, а мы знаем, что давление линейно связано со скоростью, то есть оно должно быть линейно связано со скоростью У, которая из граммусхода для нас, то мы опять ищем решение уравнения лапласа на скалярную величину, которая линейно связана с вектором У. И это мы с вами уже проходили. Это дипольное решение. Это означает, что В должна быть пропорциональна какая-то константа У скалярно умноженная на градиент единицы на Д. В вязком случае, я подозреваю, что на ДАУ, конечно, это в голову пришло, но, видимо, это что-то полезно студентам решить градиент шестого порядка. А это дипольное? Это дипольный член. Это ровно то, что мы писали, когда вчера, когда у нас был потенциал Фи равнялся У, градиент единицы на Д. Но нам нужна скалярная величина. Мы ее делаем из вектора У. Она же оптимолинейно пропорциональна. Это ровно как вчера мы делали потенциал. Пока вчера мы делали потенциал, а сегодня мы делаем давление. Значит, скаляр из вектора можно сделать, умножив его, сделав скалярное произведение на другой вектор. Из решения уравнения лапласса мультиполий вектор только дипольный. Ну, как кто-то вчера разумно сказал, есть эта самая аксиальная симметрия здесь. Ну, а сюда мы получаем, что Т есть на самом деле единица на Р квадрат, как и должно быть для типоля. Это на Р квадрат, да, но У на 8 квадрат и как-то там стоят коэффициенты, которых я не понимаю, как они стоят. Их можно поставить. Нет, даже у меня написано, я вам их не пишу. И это на Р. Естественно, коэффициент находится и сравнение с граммой. И, соответственно, можно взять это давление, которое диполь, такой же самый диполь, который мы уникали вчера, подставить его, проинтегрировать по поверхности сферы, и получится 6 пиль вместо 4 пи. Именно в силу вот этих трех талет, которые получаются из точного сочетания с граммой. Но я вам последнее, что я хочу вам сказать, что П ведет себя как П, это же В, по Д, это означает, что скорость убывает как единица на Р для вязкового движения. И вот на этом месте я хочу закончить. И к этому мы вернемся в следующий расчет. В убывает как единица на Р для вязкового движения. А здесь производность скорости по вязковому движению. Значит, В убывает как единица на Р для вязкового движения. Это очень мягкое углание. Намного мягче делится до того, что она у нас была раньше. Кстати, кто-то, в чем может быть интересно, я завтра читаю популярную лекцию под названием «Как начинается дождь». В 10.30 конференция на Р для вязкового движения. Она вы можете найти на сайте. Что вам интересно? В 10.30 залога. Я не знаю, к сожалению, в каком месте, но как начинается дождь. Я думаю, дождь не будет. Прошу. Прошу. А вы это можете, пожалуйста, скидер на два. Есть ли это? Да. Да. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok